Вы могли заметить, что я пристально слежу за 155-й бригадой морской пехоты. Я обращаю внимание на каждую их неудачу. Вам не показалось. Дело в том, что, безусловно, невозможно как-то хорошо отзываться в принципе о российской фашистско-оккупационной армии. Но все равно есть градация. И вот в рамках этой градации на самом дне находятся те, кто демонстративно совершает военные преступления. 155-я бригада морской пехоты в этом преуспела. Они не только расстреливали пленных, но и издевались над трупами украинских защитников. Вы, возможно, помните, как какие-то солдаты отрезали голову украинскому военному и насадили ее на импровизированную пику. После чего записали видео. Я не буду показывать его или кадры из него. Это как раз были солдаты 155-й бригады морской пехоты. После этого они были обречены. То, что предполагалось как акт запугивания, сделало всех бойцов данной бригады приоритетными целями. На лбу каждого из них появилась мишень. Скажу сразу. На мой взгляд, нынешняя концепция понятия военного преступления работает в основном на агрессора. Потому что агрессору никто ничего не может предъявить, пока он не будет разбит. Зато жертвы начинают предъявлять претензии за любой не такой чих в сторону напавшего врага. Поэтому у меня собственный моральный компас, на котором четко зафиксировано, что совершивший военное преступление лишается права на гуманное обращение и гарантированный плен. Я понимаю сомнительность этой идеи в связи со спиралью насилия и так далее, но поделать ничего с этим не могу. Ветхий завет мне ближе нового, несмотря на то, что я в целом не религиозен. Это не значит, что я к чему-либо призываю украинских военных, которые бьются со 155-й бригадой морской пехоты. Они сами разберутся, что им делать. Просто я не буду их осуждать, если вдруг выяснится, что российские морпехи в плен не сдаются или сдаться не успевают. По сути, за всю войну есть три формирования, которые отличились на этом поприще больше других. 155-я бригада морской пехоты, Дешерга Русич и Ахматовский Аид. Это такие наемники, большая часть из которых Ахматовский Аид раньше была в Вагнере, а потом присягнула Аптиалу Динову и теперь делает вид, что воюет на Курщине. Собственно, это и есть проблема с двумя последними. Дешерга Русич и Ахматовский Аид нигде не воюют. Они только пишут посты и кружочки, рассказывая, как никого в плен не берут. Сложно кого-то взять в плен, когда ты не участвуешь в боевых действиях. Если Ахматовский Аид хотя бы симулирует какие-то бои, в основном пожиная плоды работы 810-й бригады морской пехоты, то Дешерга Русич просто ноет и нигде особо замечены не были. А вот 155-я действительно воюет. И Курская область это теперь третье место их разгрома. Но для начала давайте поймем, можно ли вообще говорить о разгроме 155-й бригады морской пехоты на Курщине. Пока нет. Достоверно лишь известно, что они несут большие потери. Вот, например, их сожженный танк, вместе с которым сгорели бойцы. Погибли наши танкисты, 155-я бригада, весь экипаж сгорел заживо. Здесь, под суджей, подписано данное видео. А вот морпехи из 155-й сдаются в плен и рассказывают, что вообще не имеют никакого отношения к происходящему. Балашов Эдуард Эдуардович, 14-й, 1999-го года рождения. Откуда ты? Я вышник, призван с колонией строгого режима города, там 5-4. Кто так стреляет? Ого, нихуя стрелять не давать такой. Эй, тебя заставили. С тюрьмы, всех. С тюрьмы, да? За что сидел? Кража. Кража? 158-й, 3-й, домучник. А мы поделились. Ты откуда? Фамилия, имя, отчество? Летитер Англес Сергеевич. В марш-7-м году, 1999-го года. Какая бригада? 155-я. Двоем вы, да? Да. Сотно с тюрьмы. Что вы хотите Путину сказать? Какая ваша задача была? Наша задача? Здесь сидеть и ждать. Ждать Ахмат. Тут закрепиться. Видите, нервно. Видите, нервно. Видите, нервно. Видите, нервно. Если будут какие действия, сообщить по радио. Что вы Путину сказать хотите? Кто такой Путин? А, президент? Ну да. Лево не на меру. Вы не за Путина сюда пошли. Вы сюда пошли. Словольно. Вы не патриоты. Это же теми путинские. Понимаешь? По пределу судят. Думаешь, мы тут от своего желания брать? Там либо тебя и... Так, а что ты не съебал? Возможности нет себе. Что, свои за хуйня? Конечно. Не, боже. Оставляют и все. Слава Украине! Героям слава. Вот так. Как вы можете услышать, одна из их задач это дать Ахмату возможность пофоткаться. Но не всем удается попасть в плен гораздо чаще. Их жизненный путь в Курской области заканчивается. И кто занимается активно их уничтожением, как можно помочь этим украинским бригадам? А также, почему вообще 155-я бригада так себя ведет? И почему важно понимать, что за последствия ожидают того, кто начнет вести себя так, как она? Перед этим я хочу напомнить, что вы можете поддержать это видео вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Чем больше вы лайкаете, чем больше вы комментарииете. И что самое главное, чем больше подписываетесь во время или после видео, тем большему количеству людей это видео будет показано. Оно мне кажется довольно важным. Более того, отчасти, наверное, экспериментальным. Поэтому лайки, комментарии не забывайте и подпишитесь, если еще нет. А всем, кто подписан, большое спасибо. Особенно активно уничтожением 155-й бригады морской пехоты занялись полесские десантники из 95-й бригады. Началось все с видео, которое подводилось так. Бойцы 95-й бригады ДШВ перемололи штурмовую группу россиян в одном из населенных пунктов Курской области. Это были уроды из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, особенно любящие кичит со своими подвигами, а именно издевательством над пленными, расстрелом тех украинских военнослужащих, кто оказался в тупике и сдался в плен. Пленных во всем мире защищают право войны, Женевские конвенции. Но русским ничтожествам на международное гуманитарное право плевать, поэтому они грубо и цинично нарушают его. Но тут хай попасть в эти чудовища в военной форме не получилось. Встретившись в бою с украинскими десантниками, они были все уничтожены. Такая же участь будет ждать и других военных из этой бригады. Слава Украине! Слава ДШВ! Подписывается отделение коммуникации 95-й отдельно-десантно-штурмовой полеской бригады ДШВ ВСУ. Кстати, как вы помните, я попросил бойцов 95-й связаться со мной, чтобы я помог им со сбором на их нужды, потому что, к сожалению, всем подразделениям украинским сейчас нужна помощь. После моего объявления многие люди в частном порядке мне писали и говорили о своей готовности также присоединиться к сбору, потому что все понимают, что, конечно, в этой войне очень много составляющих, но очень важно пресекать такой вот беспредел, садизм, ничем не мотивированные абсолютно садистские наклонности российской фашистско-оккупационной армии. Да, конечно, хочется выгнать как можно скорее всех захватчиков территории Украины, но в рамках этой войны все равно должны быть некоторые соблюдены правила. И международное сообщество, документами которого можно подтереться, это максимум, на что они годятся, не может никак обеспечить соблюдение россиянами, собственно, Женевских конвенций. Что ж тогда за дело берется 95-я бригада, полетские десантники, которые показывают, что происходит с теми, кто не придерживается Женевских конвенций. И вот они собирают на автомобиль, он необходимым для выполнения задач. Сбор большой на миллион триста тысяч гривен. Я не уверен, что, честно говоря, мы сможем с вами целиком его закрыть, однако сделаем, что сможем. И я, естественно, тоже поучаствую. Вот обращение от полетских десантников. Доброго дня всім небайдужим, які сьогодні підтримують Збройные силы Украины и десантно-штурмовые войска. Значит, вот такий автомобиль сьогодні використовується подразделом десантно-штурмовых пейс 95-ї бригади, но есть потреба на смену ему закуплять больше нового автомобиля, потому что он уже не витримует того навантаження и морально застарелый, в плане того, что ремонт автомобиля дуже-дуже коштовный и проблематичный. Хочем звернуться до всіх небайдужих, підтримайте, будь ласка, Сбір, тому що нам потрібна нова машина, яка буде відповідати сучасним вимогам і буде більш надійна. Дякую всім за підтримку, слава Україні, слава десантно-штурмовому десантно-штурмовому. Російських морпехов было только началом. У некоторых были сомнения, что вообще там происходит на этом видео. Наполецкие десантники стали настоящими охотниками на военных преступников из 155-й и продолжили публиковать результаты своей работы. «Российские военные из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота видят украинских десантников только раз в жизни, за мгновение до своей смерти», пишет 95-я бригада в своем канале. «Эта московская сволочь известна тем, что подвергает пыткам и расстрелам пленных, и этим они гордятся, выставляя в сеть подобные видео. Десантники 95-й бригады ДШВ жестоко отомстили за всех невинных жертв российской агрессии. На Куршине враг понес значительные потери в бою с украинскими десантниками. Каждая свинья из 155-й бригады России будет уничтожена и станет удобрением. Полецкие десантники обеспечат эту трансформацию каждому российскому оккупанту», пишут о ней и выкладывают следующее видео. Ну, как вы видите, мы, конечно, все блюрим, чтобы YouTube даже не думал о блокировке этого видео. Ну, я думаю, что если вам интересно в деталях, можете посмотреть в канале самой бригады. Собственно, почему вообще это показывается? Потому что, ну, как доказательство, это вообще парадокс. С одной стороны, как бы показывая войну, как она выглядит, ты немножко там и своей психике вредишь, и зрителям психике вредишь. С другой стороны. Ну, а как ты можешь делать утверждения, когда ты не можешь их подтвердить, да, вот, ну, буквально на этих видео, которые я вам показываю, там видно, что да, что это российские военные, более того, что это именно Марпехи 155-й. Поэтому довольно важно их в том числе демонстрировать. Я вот максимально их заблёгил, чтобы, так сказать, никто не был травмирован. Вообще, надо понимать, что это не разовая ситуация столкновения 155-й бригады и 95-й украинской бригады. Это продолжается уже две недели. 10 октября Россия пошла в наступление в Курской области. Ровно две недели российская армия контр-атакует в этом регионе. И вот ещё одно видео, но оно довольно свежее. Очередная партия воинов русской и 155-й бригады морской пехоты легла в землю, пишет 95-я бригада. На этот раз полетские десантники уничтожили 14 Марпехов. Силами разведки 95-й бригады ДШВ был совершён штурм посадки в Курщине. В ходе боёв десантники уничтожили всех врагов на своём пути. Ни один россиянин не успел спрятаться или спастись. Ведь оружие десантников быстрее, чем враг успеет воскликнуть. Сдаюсь. Шестой из-за расстреляны. Это сьомый лежит тут. Повыбегали нахуй. Выбегли нахуй. Вот это звезды бригады, как вы слышали, пострелы. Ну, пострелы, не знаю. Вот это 8-й, 9-й и 10-й. Вот это, короче, ещё один. Сейчас я покажу, что я не могу лежить в нашем мультиканере. Иконка, нахуй, господи, спаси и сахаряньи. Вот, красный, это и повязка. Вот это. Зачем я вам, в принципе, всё это рассказываю и показываю? Для двух целей. Первое, чтобы показать, что справедливость существует, пока есть люди, которые готовы за неё бороться. Кто-то с оружием в руках, кто-то подавая патроны. Второе, справедливость существует. Поэтому подумайте дважды перед тем, как становиться частью фашистской оккупационной армии или помогать ей. С момента принятия этого решения ваша жизнь больше не в безопасности. Через день, через год, а может через 10, возмездие придёт к вам. И подумайте трижды перед тем, как даже в фашистской оккупационной армии совершать военные преступления. Расстреливали пленных, издеваться над трупами. После этого у вас на лбу появится мишень. А попасть в неё станет делом чести для каждого украинского солдата и спецслужбиста. И никто вас не спасёт. Но вы вполне можете задаться вопросом, а как вообще 155-я бригада морской пехоты докатилась до жизни? Такое, с чего вдруг они стали издеваться над трупами и расстреливать сдавшихся солдат? Это легитимный вопрос, и ответ на него довольно прост. Слабость. Дело в том, что 155-я бригада морской пехоты на поле боя была уже дважды разгромлена и унижена. 155-я бригада морпехов участвует в войне в Украине с первого дня вторжения. Это соединение воевало в Киевской области, отступило оттуда в Беларусь, а затем было передислоцировано на Донбасс. С осени 22-го года подразделение воевало на Углидарском направлении. В ноябре 22-го года пророссийские военные блогеры сообщили о больших потерях бригады в ходе наступления под селом Павловка, примерно 3 километра от Углидара. Военкор ВГТРК Александр Сладков писал, срочно, тяжелая ситуация в Павловке, ДНР. Морпехи нашей 155-й бригады обратились к губернатору Приморья Олегу Кожемяка. Письмо не провожу, говорит он. Суть его передана в Минобороны России. Оригинал в Приморье. Сказано, большие потери. Невозможность донести высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях и в людях, и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры, писал Сладков. Морпехи просят Олега Кожемяка обратиться в Министерство обороны, чтобы прислали комиссию для срочного разбора ситуации. В письме звучат три громкие фамилии. Знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост опубликую, потому как о ситуации в Павловке наверх толдычит уже несколько дней, а кровь все льется и льется, говорит Сладков. Зэлблогерка Анастасия Кашеварова, наша с вами любимица, одна из последних на свободе, добавляла. Я передавала по 155-й бригаде, но ответа не последовало. Вот письмо, фамилии спрячу. Уважаемый Олег Николаевич, обращаются к вам морпехи 155-й бригады морской пехоты. В очередной раз нас бросили в непонятное наступление генерал М и его корифан земляк А, ради того, чтобы М заработал бонусы перед начальником генштаба, а А, товарищ М, обещал Герой России. В результате мы, морпехи Камчатки, наступаем на Павловку. В результате тщательно спланированного наступления великими полководцами мы потеряли за 4 дня около тут пропущено человек убитыми, там на самом деле 300, ранеными и пропавшими без вести, а также большой процент техники. Это только наша бригада. Командование округа вместе с А это скрывают, унижают официальные цифры потерь, боясь ответственности. Как они собрались захватывать населенный пункт, проскочив через посадки, в которых остался противник, сейчас уничтожающий наших на путях эвакуации раненых и подвоза боеприпасов. Кроме того, Павловка ниже угледара, с которого лупят панам. Олег Николаевич, приморцы, до каких пор такие бездарности, как М и А, будут планировать боевые действия ради своих докладов и получения наград ценой жизни стольких людей? Им плевать на все, лишь бы показать себя, а не людей называют мясом. Мы просим обратиться к Верховному, чтобы прислали комиссию не из Министерства обороны, где М крышует Г, а независимую. Пусть с них спросят. Цель таких действий, обеспечения их и результаты беспрекрас, сколько это можно уже терпеть. В письме военных, по данным каналов, говорилось о потерях в 300 человек за 4 дня. Тогда так еще можно было. Гиркины, 13-й, не сидели, Пригожин был жив, а Z-каналы могли себе такое позволить. Сейчас тот же Сладков и Кашеварова даже не обращают внимания на появляющиеся жалобы солдат. Вот, например, буквально на днях я выкладывал обращение солдат, где они рассказывают тоже о гигантских потерях, о местных штурмах, о пьяном командире и так далее. Ни один Z-канал на это внимания не обращает. Только я ваш рупор, так сказать, российское пушечное мясо. Так что, немножечко уважения. Шучу. Но посмотреть эти видео и вообще любые другие на ютубе может быть проблемой, так как ютуб замедляют. Да, вы угадали, это рекламная интеграция nvpn, который я делаю. Собственно, если вы хотите поддержать мой канал, чтобы здесь и дальше выходили разные материалы, которые лично я считаю важными, вы можете подписаться на патреон, либо купить nvpn, либо и то, и то. nvpn это продукт, который я делаю, собственно, со своей технической командой, он обходит блокировки, дискорд будет вам доступен, ютуб без замедления и так далее. Неважно, знаете вы, что такое VPN, не знаете, наша поддержка все объяснит, со всем поможет. Вы можете купить себе, вы можете купить родным и близким, даже бабушке и дедушке, мы им поможем. В общем, очень важно, чтобы люди вместо Соловьева смотрели нормальный контент или как минимум тот контент, который они сами выбирают. Ну и в западных странах, и в любых других вам тоже VPN лишним не будет, потому что, во-первых, есть блокировки, а во-вторых, есть цифровые следы, которых nvpn позволит избежать. Ссылки в описании на покупку, переходите туда, нажимайте и, соответственно, пользуйтесь nvpn. Но возвращаемся к нашей 155-й бригаде. Тогда это обращение, вот которое они написали, которое цитировало Кашеваровой, по поводу которого сказали Сладков и погибший уже, точнее, сдохнувший Грейзон, тогда это обращение даже комментировало Минобороны. Ведомстве заявили, что потери бригады за 10 дней наступления под Павловкой не превышают 1% убитыми и 7% ранеными. То есть все хорошо. Но по итогу, к декабрю 23-го года русской службой BBC медиазону установили имена 234 погибших в войне морпехов 155-й бригады. Среди погибших было 18 офицеров. Но в основании этих данных журналисты оценили потери бригады в примерно 470 убитыми и порядка 940 ранеными. Журналисты отмечали, что бригада понесла большие потери во время наступления в Киевской области, но наибольшие потери были уже при наступлении на Углидар. В феврале 23-го года начальник объединенного пресс-центра Таврического округа вооруженных сил Украины Алексей Дмитришковский рассказывал, что российским войскам к тому моменту трижды пришлось доукомплектовывать бригаду. Первый раз после Ирпения и Бучи, второй раз разгромили под Донецком, снова оправились, а сейчас уже вся бригада уничтожена под Углидаром, говорил он политику. Потери элитной 155-й бригады морской пехоты и Тихоокеанского флота в целом составляют 2500 человек, говорится в фильме BBC Eye о битве за Углидар, сделанной совместно с украинской службой BBC и русской службой BBC. Это 80% от численности подразделения на момент вторжения в Украину, которая оценивается в 3000 человек. Представляете, 2400 из 3000, то есть бригада была уничтожена по сути полностью несколько раз. И честно говоря, по сути, не умея воевать, как мы понимаем, и будучи разгромленной, а также униженной своим собственным начальством, Министерством обороны, бойцы бригады, как школьные хулиганы из неблагополучных семей, решили выместить свою злобу на тех, кто уже безоружен или даже мертв. Но это война, а не школа. Здесь звонком родителям не обойдется, хотя узнать у их близких, как они воспитали этих уродов, было бы интересно. Здесь приходится отвечать за свои действия и решения с жизнью. И уже многие бойцы 155-й бригады морской пехоты к ответу были призваны. Надо сказать, что уничтожают их не только полейские десантники. Например, этим богоугодным делом занимается и 82-я ДШБ. Они уничтожили целый взвод из 19 морских пехотинцев 155-й бригады морской пехоты. Что там, дружок? Кацап не отвечает. Наши десантники продолжают уничтожать бойцов из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Захватчики заслуживают самой страшной мести за все зло, которое принесли на нашу землю. Пишет 82-я бригада. Факт уничтожения подтверждает и группа во ВКонтакте, которая называется «Поиск сослуживцев и пропавших на СВО». Вот пост, который там опубликован. 155-й ОБРМП, 3-й батальон, 4-й рота, 3-й взвод. 16 октября стал для меня черным днем в моей жизни. Запомните эти лица. Они герои, которые отражали атаку украинцев возле НПС «Судака». Они герои, которые отражали атаку украинцев возле населенного пункта. Все они отдали свою жизнь за нас с вами. Мой муж, который находится в левом нижнем углу, в том числе, буду гордиться тобой до конца своих дней. Обещаю. Чем тут гордиться, конечно, непонятно ни мне, ни вам наверняка, потому что, собственно, российские войска вторгнутся на территорию Украины и пытаются ее уничтожить. Собственно, Украина в связи с этим была вынуждена сделать операцию в Курской области для того, чтобы, во-первых, защитить Сумскую область, во-вторых, оттянуть войска с территории Украины. То есть, если бы российские войска не атаковали Украину или вышли бы из нее прямо завтра, то война бы закончилась. Поэтому чем гордиться, когда твой муж – это какой-то моральный урод, который простреливает пленных и который воюет фашистско-оккупационная армия, понятно, не до конца. Ну, может быть, выплаты ей очень как-то понравились и она преисполнилась патриотизмом. Хотя, учитывая, что он сдох в Курской области, скорее всего, выплаты она не получила, потому что в Курской области, напомню, проходит не СВО, а КТО. И там выплаты, которые даются за смерть мужей, значит, на территории Украины, россиянам не положены. И вообще настроение у 155-й бригады не очень. Об этом начинают ходить слухи в ЗЭТ-каналах, но пока очень осторожные и аккуратные. И вот такое видео, например, тоже гуляет по Телеграму с подписью, что его записал боец 155-й бригады морской пехоты. Нашу группу разбило, меня очень сильно ранило. Я попал к своим. Когда припал к своим, меня посчитали дезертируем. Меня разделили, сняли броню, забрали автомат и кинули в яму. Сказали, если выживешь, значит, выживешь. Но подтвердить его подлинность я, к сожалению, не могу. Однако вот, что я могу сказать. Зачем вы претесь туда? Зачем вы идете? Почему? Почему вы ведете себя как свиньи, как садисты? Убиваете людей? Зачем это все? Ради денег? Ну вот спросите у всех тех, чьи трупы я сегодня показал. Помогли им их деньги? Спасли? Защитили от уничтожения? Мне кажется, нет. Поэтому что вы? Зачем вы это делаете? Зачем вы становитесь подонками? Я не религиозный человек и не верю в проклятие. Но если бы верил, сказал бы, что вы обрекаете весь свой род на вечные мучения. Потому что вы буквально делаете самое страшное в этой жизни. Пытаетесь уничтожить чужую страну, людей в ней. Вы буквально садисты. По всем международным нормам. У вас нет никаких оправданий. Но даже если к совести взывать бессмысленно, я взываю к вашему инстинкту самосохранения. Вы хотите пополнить эти могилы? Вы хотите, чтобы ваше лицо, как с той фотографией, или ваше тело, как с тех трупов, что я показываю, оказались в моих видео? Нет? Ну тогда нехер переться в российскую армию. А с вами был Майкл Накий. До скорых встреч.